здравствуйте это проект основана на реальных событиях омск по традиции в пятницу обзор происшествий уходящей недели разбираемся в том почему это произошло и выясняем что было сделано чтобы этого не повторилось нам как всегда есть о чем рассказать очередная кровавая расправа к сожалению без таких преступлений не обходится ну и снова погоня на этот раз лихачу всего 15 все это во второй части программы дождитесь обязательно посмотрите но прямо сейчас продолжение резонансного уголовного дела которое произошло в регионе 17 лет назад в этой программе практически не будет съемок сделанных оперативниками или следователями за 17 лет из тех материалов мало что сохранилось я должна была с ним поехать потому что мы с дружили и мы договорились они говорят мы поедем на машину за вербами сидит и говорит что я убил четырех человек за просто так вот за просто так первым о совершении преступления рассказал младший брат ну а затем уже и старший часа через четыре уже часов 12 они уже начали давать показать то есть согласились показать где совершают преступление вызван машинку не проехать урал аж вызывает что-то и поехали собирать может важно было закрепить а затем свидетелей же нет они сегодня сказали да завтра нет то есть самый главный найти было в трупы потому что это уже железный улик то факт из уголовного дела который вряд ли может оставить равнодушным кого-либо спустя сутки после совершения убийства уже протрезвев и приехав на место преступления вместе с оперативниками убийцы братья дельглазовы очень четко ориентировались на местности и с точностью до сантиметра несмотря на то что была ночь показали места где находились тела убитых ими ребят рассказывали они не стесняясь потому что уже по большому счету и диалог стоялся в кабинете и когда их везли на место происшествия вывозили их по одному места обнаружения на место совершения преступления выход на место делали при участии работников прокуратуры потому что в последующем нужно было им расследовать другого дела тогда следственного комитета не было сказать о том что как они раскаивались содеянным сожалели в этом я не могу потому что те события того дня отвердного воскресенья которые происходили они запомнились не только видимо тем людям которые знали этих исчезнувших детей но и сотрудникам которые занимались раскрытием и расследованием дальнейшем этого уголовного дела тогда было все в их показаниях скажем так ладно изложено и сомнений уж точно сомнений никаких не было в том что они совершили преступления по поводу того что кто-то там пытался вину предложить с одного на другого нет значит единственный момент могу четко сказать что младший совершил преступление по указанию первого одна из девушек погибших значит это было она погибла от рук от младшего брата и он показания говорил что да вот на меня повлиял старший брат он не заставил совершить преступление хотя она мне очень понравилась он даже пытался с ней познакомиться предлагал дружбу она не понимая того что через какой-то положительный период времени погибнет пыталась с ним завязать разговор может быть пыталась каким-то таким образом себя спасти убежать не удалось младший брат дал пояснение о том что к этим четыре молодым людям подошли потому что увидели что они были на автомобиле оценив свои силы значит оценив то что есть у них с собой холодное оружие пистолет еще и гранаты как выясняется потом в следующем не посчитали для всех что это будет все беспрепятственно машины завладеют поедут но в итоге разыгралась более страшная трагедия всякобы убивать они изначально не хотели сначала нет про младший вообще говорить не будет плавать на старший вот как будто он украл конфетку никаких эмоций никаких и последующим прям на протяжении следствия где-то рассказывал где-то когда уже начали подходить экспертизы то есть начал братья изнасилование там сколько ударов главный был разделить действие каждого чтобы видеть наш суд не скажешь то есть нужно было четко определить кто вот что делал кто совершал насилие кто совершал улучшение кто сколько ударов кому ножом уносил конечно на выезд не разговаривал но послал с человеком который сидит и говорит что я убил четырех человек за просто так поизгаляться ни за что я говорю ну то есть говоря может оскорбили не эдгар просто показать вот удалить свою вот на фото из уголовного дела братья дереглазовы рассказывают и показывают как совершали свое зверское преступление расправа над ребятами продолжалась с 10 вечера до примерно 6 часов утра молодых людей какое-то время повозили в салоне машины затем парней связали положили в багажник 1 убили наталью старший дереглазов увел ее в сторону от автомобиля и нанес больше 30 ударов ножом затем вернулся в машину передал брату холодное оружие предложил тому расправиться с ольгой дереглазов младший под предлогом проводить девушку домой отошел с ней в сторону дамбы и там также нанес жертвы больше 30 ножевых ранений после поиздевавшись над парнями их тоже убили сначала романа его зарезал старший из братьев убийц а затем поручил младшему избавиться от сергея тот то ли пытался то ли делал вид что душит парня в итоге дереглазов старший тот который дмитрий помог александру нанеся жертве несколько ножевых ранений уже под утро застряв на машине убийцы бросили ее отправились в подъезд одного из домов разбивать алкоголь там их и заметила бдительная жительница многоэтажки это что называется вот вот счастливый случай по когда по горячим следам если просуждать как считаете исходя из вашего опыта если бы вот женщина бабушка я не знаю кто именно та которая в подъезде распевающими заметили сообщила задержали бы все равно или или просто через сколько это дольше знаете не знаю во первых я сомневаюсь ну трупы над пацанов может быть быстро нашли относительно то что они были места дорога там берег набережной а вот девчонок я сомневаюсь чтобы даже нашли бы их болото там заберем всяк не знаю там камыши там болото разлива вербует раздачу не растаял ну лед нет где-то растаяло ну где-то лед лежал таким может быть заморозок было вот как все на суд выходили с полом сознанием всех четырех преступления был еще 5 там я не знаю не помню я тут меня дириглазов старший признался что за 10 лет до убийства четырех студентов в 1993 здесь же в районе дамбы расстрелял из обреза незнакомого парня кроме того в его биографии также квартирная кража и хулиганка в девяносто седьмом он во время распытия спиртного с девушкой с которой познакомился за пару дней до того просто так воткнул ей вилку в спину и тогда и после этого чудовищного преступления в апреле 2003 экспертиза признала обоих братьев абсолютно вменяемыми большую роль сыграли оперативники сезон когда уже перевели то есть это понятно что если два подельника в одном месте сидят подойдет переписка оперативники об этом прекрасно знают были сориентированы на это действительно перехватили переписку вот эти записки в них младший просит и даже умоляет старшего взять вину на себя и предлагает свой вариант развития событий той ночью брат братик люблю целую комментарий как говорится излишне вот строки из тех записок только при наличии таких показаний у меня есть шансы более менее нормально выпутаться только весь этот расклад фактически буквально слово-слово может спасти меня дай такие показания спаси меня 15 20 лет или 357 есть разница прочитаемый рассказ на несколько раз запомни его александр просит дмитрия подтвердить что тот якобы заставлял его совершать преступление чего делеглазов младший по его версии не хотел а вот еще блин как же тяжело морально и психологически даже только та мысль что я в тюрьме а мама читает то что написано в этих газетенках убивает меня и что называется в завершении тебе грозит пожизненное это значит минимум 25 в лучшем случае если тебя еще отпустят после этого срока даже если выпустят то тебе уже будет 52 года вся жизнь прошла а у меня что если дадут 15 20 но выйду под сороковник а где вся жизнь что я уже смогу сделать в новой жизни она вся пройдет на зоне я не смогу столько прожить там я не выживу не продержусь по поводу суда я с тобой согласен какой народный суд какие люди имеют право судить кого-либо за его деяния кто вообще придумал все эти законы и почему мы должны жить по этим законам каждый должен жить как хочет по своим законам и никто не может указывать никто из людей не может указать как жить это сам человек решает для себя а слепые люди живут по ним прикрываются им и что это их спасает да если человеку суждено быть ограбленным его грабят убитым убьют обворованным обворуют в итоге суд признал обоих братьев виновными в убийстве четырех человек а младшего еще и в изнасиловании подробности этой составляющей преступления мы опустим по этическим соображениям дмитрию дельглазову в итоге была назначена пожизненное лишение свободы александру дали 20 лет строгого режима наказание я считаю что нужно было будем давать по жизни потому что мы понимали том что скорее всего участие младшего было тоже принимал участие скорее всего и в изнасиловании где-то девочки и убийстве но просто как мы потом уже я узнал потому что уголовное дело расследовать следственным комитетом я узнал что старший просто взялся на себя поэтому чтобы выгородить мачу я думаю что они оба если он через 20-25 лет выйдет я скажу так отсидев столько лет но первых как он будет жить с этим то что они убили четырех человек загубили 4 молодые жизни во вторых столько лет отсидев у него же самого вот психика нарушена он просто будет социально опасен сомнений никаких нет что в лучшем случае доживет свой век тихо лучшим случае худшим не узнать русская 20 лет тюрьмы на зоне такие люди они обычно на своем контроле потом конечно конечно обязательно справедливость наказать что сказать справедливо 20 по жизни не знаю я воздержусь ответа у меня есть свое мнение к этому поводу принято считать что журналисты при подаче информации при рассказе о тех или иных событиях должны оставаться что называется без эмоциональной холодно сухо подавать факты но поверьте мы тоже люди и есть темы которые не оставляют тебя равнодушными как раз события 2003 года одна из таких тем тогда ее освещали многие журналисты и в том числе нынешний главред омской правды андрей мятавилов тогда он только начинал свой путь журналистики ему было 17 он работал корреспондентом газеты четверг и редактор отправил его на задание сделать материал про убийство студентов пообщаться со следователями пообщаться с родственниками погибших ребят насколько непросто было молодому парню начинающему журналисту сделать этот материал и остаться что называется без эмоциональным вот узнаю прямо сейчас в моей журналистской биографии моей практике это был первый такой репортаж материал когда на самом деле я был шокирован и все целом эта ситуация никого не оставляла равнодушным тогда в омске и я помню когда поехал на встречу с родственниками с родителями и так по наивности думал что вот хотелось как-то так им помочь что ли когда когда начали мне рассказывать эту всю историю делиться своими этим горем своим по моему мне требовалось на психологическое помню что на меня это все свалилось вот и мы долго разговаривали много говорили и на самом деле тогда поразился общем мужеству родителей родственников которые все это стойко переносили и к тому же мои близкие друзья были друзьями этих ребят соседями этих ребят поэтому это как бы тоже как бы меня тоже так косвенно касалось и вообще так касалось всех амичей тогда ведь очень много людей звонили в редакцию тогда же помните вот многие требовали отмены моратория на смертную казнь там требовали там высшего мира наказания для этих преступников и с такими вот словами предложениями призывами звонили в редакцию там дайте там нам контакты адреса где этих ребят можно найти мостом сами с ними расправимся вот такие были отзыва такой был широкий резонанс вот об этом событии и потом конечно на недальнейшем мы эту тему отслеживали потому что тоже не раз встречались с родителями поэтому это был такой на самом деле сложный тяжелый материал на нем конечно остались такие вот воспоминания блоки когда пишешь материал то пропускаешь через себя вот и эмоции их конечно сдерживать тогда было бы эмоций очень много до хотелось там как-то материале там свои даже гнев негодование выразить но все-таки задача была информировать до рассказать дать какую-то информацию но тем не менее это между строк какими-то вот какие-то реплика каких-то оценках все это конечно звучало ну тогда сложно было на самом деле сдерживать сдерживать эмоции были похороны я знаю что были большие похороны то всех ребят четверых хоронили школе то есть выносили вся школа там была начать ну в целях скажем так каких-то конфликтных ситуаций возможных там мы просто обеспечили охрану общественного порядка то есть сотрудники не форуме гражданки значит я попросил руководителей своих заместителей чтобы обеспечили чтобы все прошло достойно ну как-то сам туда не поехал потому что как-то души и так было скажем так горько больно и обидно я в том времени уже был отец трех сыновей и я просто не представляю скажем так если бы потерять ребенка то такое горе я иногда сам вспоминаю со слезами на глазах поэтому спустя годы я видел этот крест это его поставили близкие родственники погибших мы всегда конечно вспоминаешь ситуацию которая происходила тогда у меня по-прежнему ощущение что это было вчера я помню то есть вот настолько каждую эмоцию каждую деталь что это у меня нет ощущения что не то что время лечит а то что время вообще проходит поэтому я тут наверное с большинством из тех людей прекрасно понимаю потому что но если происходит настолько вот серьезное то конечно но тебя будет через год ведь и конечно поэтому я думаю что у всех остальных ребят которые с нами были те которые переживали это все вместе тоже наверное это они далеко ушли мы с только ольга сергеев дружил то есть мы вот с ребятами какие они были они вот они были такие же как вот как и я сейчас наверное а то есть обычные люди то есть это были на самом деле вот с ольгой поскольку девочки нам как-то так проще у нас компания то есть чек настолько открытый настолько простой при всем том что она такое над ним да там посмеялись там вот пришла звезда ну правда то есть есть люди которые вот так себя ведут так они живут то есть если вот знаете такой эффект заходит чек комнату и все смотрят на него вот вот эта оля при всем при этом при том что была очень красивая девушка очень умная девушка вот это вот простота такая вот такое общение просто ну как будто знаешь ее ты только познакомился а ты ее уже знаешь лет пять да то есть вот у меня вот такое было ощущение вот но сергей сергей серьезно сергей так вот мальчик первокурсник я сейчас говорю мне мне нет ощущения что это человека нет я не знаю вот может быть наверное пора боже повзрослеть и понять это да как-то ну принять этот факт что какие-то вещи происходят а у меня может быть так работает психика что мне проще верить просто что поскольку я в россии не живу что если я уехал оттуда что она где-то там живет что она где-то там вот существует вот параллельно потому что я ну я не могу принять момент что просто кого-то может вот так вот не быть вроде как в этот день вы могли с ними быть я должна была с ним поехать потому что мы с вами дружили и мы договорились мы поедем на машине за вербами и мы жили недалеко с сергеем друг от друга хочешь мы за тобой заедем и поедем я говорю ну конечно кто же не хочет поехать на машине ну то есть у олина мама нашла потом даже записки нашего цвета дня то есть мы сидели с 17 утром переписывались там как договаривались сотовых то у нас не было тогда и мы переписывались как по старинке на бумажках и оля пишет да 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 ну все договорились в общем время и у меня разболелся живот у меня разболел у нас была последняя пара перед тем как поехать и у меня на переменке разболелся живот до такой степени что мне собирались вызвать скорую и я просто не вернулась на эту пару я уехала домой и и поскольку у нас не было сотовых не было ну какого-то там способа сказать что я все равно с вами поеду потому что живот у меня перестал потом болеть они просто ну они просто меня не нашли и по этому поводу рассуждали не рассуждали я мне постоянно какие-то тот не знаю только как это называется с точки зрения психологии то комплексы и вины я постоянно думала первое время первые годы я думала а если бы я поехал нам если бы я была с ним а если бы я сказала там поехали направо не налево насоленная мама даже про это говорили и она не говорит насть я видела эти записки ну то есть они у нее прям в вещах были когда нашли говорит ну о чем ты говоришь говорит ну как бы это просто тебя вот просто кто-то отвел и все ну я не знаю я не верю в это я не на самом деле не верю отвел не отвел какие-то случайности которые наверное ну просто происходит без какой-то логики я вот потому что я пыталась понять это логику я не понимаю может быть не тебе тогда было всего 12 ты наверняка несмотря на то что 17 лет кому-то может показаться большим сроком все помнишь и помнишь наверняка тот день как ты узнал об этом как это произошло если помнишь ну это была суббота суббота я точно вот и ну да такой момент а был субботник все были как бы на равно отец мать были на работе и получается в какой-то момент где-то ближе к обеду пришли отец и дядя таких людей сразу как бы видно серые как как асфальт они пришли и самое наверное для в тот момент сложное было это сказать бабушке моей бабушки об этом мы то есть на меня особо ему никто я был маленький понятно на меня внимание особо никто не обращал и но и вот так я об этом узнал об этом все равно 12 лет уже ты уже соображал понимал что для тебя брата нет как понять как ну в тот момент это было просто дикая эмоция понимание наверно пришло немножко позже когда вся вот это вот процессе я тогда я еще не знал что это такое и похороны все и потихоньку это приходило знаю что как бы поймали почти сразу потому что когда дядя пришел заявление ну что пропал и тут же привели их и на одном из них было кубкова время лечит и просто она просто идет и она просто идет что значит время лечит стало ли легче ну нет нет ответа на этот вопрос что стало ли это произошло это больно с этим надо жить обычно в конце принято делать какие-то выводы но это вы уж как-нибудь сами без нас что поменялось для тех кто 17 лет назад в том апреле потерял своих близких вы уже поняли ничего а а вот раскаялись ли те кто совершил это страшное преступление это один из вопросов который мы очень хотели задать убийцам но старший дириглазов несколько лет назад на этапе покончил с собой повесился а младший отказался общаться он имеет на это право по закону так что переосмыслил ли он что-то испытывает ли чувство вины можно будет узнать только через три года в 2023 у него закончится срок он выйдет на свободу и будет жить дальше знаете я уверен в двух вещах ничто никогда не забывается и всем всегда воздается за их дела новый день новый вызов на происшествия вернемся к событиям этой недели 23 удара ножом областной суд рассматривает уголовное дело в отношении мужчины который по версии следствия ограбил и зверски убил 54-летнюю женщину все произошло в поселке набережный вот тот самый дом муж погибший на суде рассказал с ней познакомился еще в молодости цветущая женщина работала педагогом в сельскохозяйственном техникуме в то утро они обсуждали как обустроят новый дом его купили за несколько месяцев до трагедии а уже через пару часов он обнаружил бездыханное тело любимой женщины поднялся и увидел елена василина лужи крови это настолько было для меня удар такой что я даже не мог понять что уже произошло убийство я еще надеялся что может быть есть какая-то возможность я побежал у нас поликлиника через дорогу забрать врачом чтобы что-то хоть сделать при том произошло все когда муж был рядом с женой пока его любимую женщину убивали в доме он на приусадебном участке приводил в порядок грядки участок большой 20 соток криков и шума не слышал по версии следствия обвиняемый залез дом потерпевших чтобы найти ценности когда рылся вещах дом зашла хозяйка тогда подсудимый напал на нее с ножом понимая что его действия стали носить открытый характер понимая что потерпевшая увидев его в доме в тот момент когда он похищал имущество может обратиться в правоохранительные органы найденным в доме ножом нанес ей не менее 23 ударов на месте были обнаружены отпечатки следов обуви в том числе на которых находились следы крови то есть также были обнаружены похищенные предметы и совокупность данных доказательств как бы позволила установить лицо виновное в совершении данных преступления как следует из материалов подсудимый в начале свою вину признала после от показаний отказался известно что ему 39 лет ранее не судим работал вахтовиком на севере и неплохо зарабатывал у него трое маленьких детей в поселке где случилась трагедия до сих пор не могут поверить в произошедшее я здесь уже живу более 20 лет сашу знаю как очень спокойного такого человека уравномешанного вот когда мимо он проходил он всегда со мной здоровался всегда вот если там какую помощь попросить он никогда не отказывал я считаю что саша вообще мне кажется он не виновен по версии следствия добычи убийцы стали золотые часы серьги мобильный телефон ноутбук общая сумма ущерба двести восемьдесят одна тысяча рублей а еще с собой он зачем-то прихватил паспорт женщины мужчину обвиняют по двум статьям убийство сопряженное с разбоем и хищение паспорта только по одной статье ему грозит 15 лет колонии рассмотрение уголовного дела продолжается забаррикадировал квартиру и взял в плен собственную бабушку 30-летний амич с ножом напугал жителей многоэтажного дома по улице за озерное они услышали крики и вызвали полицейских стражи порядка вначале просили открыть дверь но неадекватный мужчина начал строить баррикады вместе с ним находилась его престарелая бабушка так как была реальная угроза жизни и здоровья пенсионерки полицейскими было принято решение о вскрытии входной двери проникнув в квартиру вместе с сотрудниками мчс стражи порядка задержали подозреваемого 30-летнего амича его престарелая бабушка 83 лет была госпитализирована в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести у бабушки оказались переломы правой руки и ребер полицейским она рассказала что это дело рук ее внука однако мужчина на допросе вину не признал и уверял что пенсионерка травмировала себя сама он забаррикадировался одно стучали я не открыл потом дверь одну открыли я другие забаррикадировал забаррикадировал окна как забаррикадировали? шкафами все окна двери шкафами всякими тумбочками всякими комодами все что бодрому попадалось после подразделения он как бы почувствовал что это какая-то игра что можно похотать посмеяться если полицейским удастся доказать вину за посмеяться мужчине может грозить реальный срок проводится проверка известно что ранее он был судим за хранение наркотиков две студентки омских вузов погибли в страшном дтп вообще же за последние семь дней произошло несколько жутких аварий обо всем по порядку чуть позже ну а пока статистика дорога на чернолучий иномарка прокинулась в кювет машина превратилась в груду металла в салоне находились пять друзей в результате предварительно установлено что водитель автомашины volkswagen taurek не справился с управлением и допустил съезд к ветку по левую сторону в результате дорожно транспортного происшествия три человека скончалось два человека доставлены медучреждения проводится проверка пассажир который остался в живых получил травму позвоночника у 32-летнего водителя множество переломов его ждет длительное лечение как рассказывают близкие погибших парни в ту ночь возвращались крутой горки у знакомого родилась дочь был ли водитель пьян покажет экспертиза проводится проверка еще в одной аварии пострадал пешеход не установленный водитель на улице 3 молодежная допустил наезд на пешехода в результате дтп пешеход скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи а водитель оставил место происшествия госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения если вы вдруг стали свидетелем либо очевидцем данного дтп у вас есть информация которая бы помогла разыскать данного нарушителя просьба сообщить в дежурную часть гибдд по телефону 79 34 05 или по телефону 112 экстренная служба а это уже последствия аварии в понедельник в час ночи на улице бердникова красная лада гранта влетела в железное ограждение и перевернулась погибли две юные студентки вуза одна из них 24-летняя была за рулем еще трое девушка и два парня доставлены в больницу у пострадавшего ушиб мягких тканей головы и переломы 4 и 5 грудных позвонков у остальных участников аварии диагностированы легкие ушибы в госпитализации они не нуждались идет проверка причины аварии устанавливаются за последние 9 месяцев в омской области случилось 1800 дтп погибли 144 человека из них только за последний месяц 20 как отмечают в госавтоинспекции аварийность последние два года выросла а вот причины не изменились в большинстве случаев всему виной невнимательность водителей и нарушение правил хотела удивить подругу детские гонки с переворачиванием на трассе госавтоинспекторы во время патрулирования заметили подозрительную машину которая виляла по дороге на требование остановиться водитель прибавил скорость несколько раз выехал на встречку лишь чудом удалось избежать столкновения с другими машинами в итоге нарушитель съехал на грунтовую дорогу и уже через несколько метров не справился с управлением в машине оказались дети 15-летний мальчик и его подруга никто не пострадал оба делались испугом на место в связи с тем что водитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности были вызваны родители несовершеннолетнего ходе общения установлена что автомобиль несовершеннолетний водитель взял без ведома родителей информация о происшествии направлена сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы на месте с родителями также составлена профилактическая беседа о необходимости размещения ключей вне доступа несовершеннолетнего несколько дней назад в отделом воды россии по омскому району поступило сообщение о доставлении в больницу 34-летнего жителя поселка ростовка с черепно-мозговой травмой мужчина пояснил полицейским что работает экспедитором в компании по продаже автозапчастей и заявил о хищении выручки в размере 1 миллиона 29 тысяч рублей рассказал что из рабочей поездки вернулся в выходной день поэтому в подъезд своего дома заходил с крупной денежной суммой сотрудники полиции проверяя версию разбойного нападения нашли несостыковки в рассказе потерпевшего почему он не известил логиста компании о своем прибытии когда планировал передать выручку при ответах на эти и другие вопросы оперативников мужчина начинал противоречить сам себе фигурант заранее все спланировал до поездки подговорил мужа сестры чтобы он нанес удар битой по голове от сумки избавься все он спиной ко мне встал я ему раз ударил по голове у нас делай как ему так вот родственник подозреваемого показал куда выбросил биту и выдал сумму вознаграждения сам подозреваемый небольшую часть похищенных денег успел проиграть в игровых автоматах остальную наличность в размере 900 тысяч рублей припрятал в квартире у бывшей супруги за холодильником женщина происходящим не знала и была сильно удивлена когда оперативники изымали деньги своему родственнику который ударил его битой по голове мужчина претензий не имеет а по факту присвоения или растраты совершенных в особо крупном размере полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела санкции статьи 160 уголовного кодекса предусмотрено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы ровно через неделю новый обзор происшествия будем разбираться в том почему это произошло и выяснять что было сделано чтобы этого не повторилось ну а кроме того вас ждет расследование очередного резонансного уголовного дела